Яйца Раптора. Ты украл яйца Раптора. Теперь всё понятно. Клянусь, если бы я знал, что они окажутся у вас. Я подумал, что они стоят кучу денег, которых хватит лет на десять раскопок. Да, знаю, я поступил глупо, но это из самых лучших побуждений. Самообман. Самые жуткие вещи в мире делались из лучших побуждений. Всем привет. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о трёх вещах. И первое, это об истинных причинах блокировки изобранной территории России. Это уже происходит. Второе, это о том, какие есть альтернативы и насколько они вообще могут заменить данную платформу, любимую всеми россиянами и вообще всеми людьми в мире. Ну и третье, это что, собственно, делать, когда это произойдёт. Ну и начнём мы, наверное, про блокировку. По факту она уже происходит, происходит постепенно. И если мы говорим про замедление, например, на 70%, то это уже, по сути, блокировка. Когда видео постоянно тормозит, даже на низких разрешениях, то это не даёт тот комфорт от просмотра, который должна давать платформа, чтобы люди продолжали ей пользоваться. Следовательно, так или иначе, люди уже, уже пойдёт отток какой-то, либо люди прекратят смотреть эти видосики, либо выберут какую-то альтернативную платформу, но отток он всё равно будет. То есть это уже такая, можно назвать, мягкой блокировкой. Но, естественно, этого мало, и впоследствии, я думаю, меры будут приняты гораздо более серьёзно. И вот почему. Дело всё в том, что подобные инициативы идут от власти, от людей, наделёнными этой властью. И понятно, что любые политические структуры, властные структуры, их цель представления себя на каких-то платформах – это популяризация себя, пропаганда, ну и, по сути, политическая реклама. Ну, а что ещё? То есть донести до людей свою точку зрения. И не просто донести её, а желательно иметь доминирование в этом вопросе над другими платформами. Но YouTube не позволяет этого делать. И мы знаем, что ультиматум, который выданил Роскомнадзор – это разблокировка 200 каналов, которые разделяют видение Кремля на происходящие события и, естественно, правящие партии. Изначально было всем очевидно то, что YouTube не пойдёт на подобные ультиматумы и каналы разблокированы не будут. То есть это, по большому счёту, предлог, что «а вот они этого не сделали, поэтому мы сейчас будем блокировать». Ну, возникает у любого здорового человека вопрос, а что вам мешает доносить свои мысли на других платформах? Что нет таких возможностей? Мы приходим к тому, что надо обязательно что-то блокировать для того, чтобы иметь возможность донести мнение до граждан своей страны. То есть в этом наша сила, да, в блокировках, а не в том, чтобы сделать что-то конкурентоспособное. А такие попытки, в кавычках, конечно же, они сейчас предпринимаются, и есть платформа, которая существует, по большому счёту, на дотации бюджетные. И если, ну, я сейчас боюсь ошибиться, но те исследования, которые уже были проведены, и вы их без труда сможете загуглить, 120 миллионов рублей уже было выделено на развитие этого проекта. Казалось бы, сумма немаленькая. Но учитывая то, сколько там работает народу, и куда эти деньги пошли, и то возникают очень большие вопросы. Дело всё в том, что 120 миллионов рублей, какими бы большими эти суммы вам не казались, это лишь капля в море для того, чтобы сделать хоть какой-то адекватный аналог Ютубу. На сегодняшний день придётся на это потратить десятки миллиардов долларов, а не рублей совсем даже. И даже если это сделать, то на это потребуется несколько лет. Причём работы, где эти деньги, непонятно куда идут. Не на то, чтобы построить новые виллы, купить новые майбахи и всё остальное. А на реальное достижение подобных целей. То есть нужны честные энтузиасты. А с этим у нас, к сожалению, в России, как вы знаете, очень тубо. И нужно понимать, что Ютуб — это не просто какой-то вот дизайн. Это красивый дизайн, удобный пользовательский интерфейс, которым мы пользуемся. Это лишь капля в море. Всё это скопировать не составляет никакого труда. И это уже сделано на самом деле. Ютуб — это прежде всего система рекомендаций и наличие огромного количества контента, который никогда не будет присутствовать ни на одной альтернативной платформе. Это просто невозможно. Вот так взять, просто, да, и наполнить платформу таким же количеством часов видео, которое присутствует здесь. Ежеминутно заливается 500 часов видео на Ютуб. Это невозможно себе пристать с другими платформами. Поэтому мы приходим к тому, что так называемое импортозамещение, оно здесь, ну, никак не пройдёт. А даже если это каким-то чудом случится, то совершенно точно не в ближайшие годы. Ну, а то, как у нас происходит импортозамещение, вы все прекрасно знаете. Хотя бы даже по тому, что происходит с автомобилями «Москвич» и так далее, когда просто на китайские автомобили клеятся шильдики. То же самое происходит с компьютерами и с другой техникой. Ну, если брать тему компьютеров, то был уже такой прецедент, когда разбирали компьютеры, которые соответствуют определенному проценту локализации, и там находили чипы, которые отключены вообще. Они там присутствуют, но они даже не включаются при старте системы, потому что, ну, они не несут никакой функции. Просто для того, чтобы показать нужный процент локализации, и все, больше там ничего нет. Вот так у нас происходит, к сожалению, импортозамещение. А все потому, что это происходит на бюджетные деньги. И куда эти бюджетные деньги идут, я думаю, вы все прекрасно знаете. Самые богатые люди, они так или иначе сидят у этой кормушки. Поэтому лично я не верю в чудеса. И я понимаю, что мотивация для того, чтобы заблокировать YouTube, она очевидна. Во-первых, это иметь монополию на формирование мнения граждан России о том, что происходит на сегодняшний день в стране и с известными всем событиями. Ну и второй вариант, это все-таки, если мы говорим про тех людей, которые заинтересованы материально, то это возможность получать прибыль с проекта, который, по сути, профинансирован государством, бюджетом. И это уже постепенно происходит. Да, есть Рутуб, который никак за эти годы ничего достойного не показал. Есть вот эта сейчас платформа, которая вроде как бы работает, но вроде как бы и нет. Ну и по правде сказать, все-таки хоть как-то развивается это ВК-видео. Развивается прежде всего за счет того, что привлекает за хорошие деньги и интересных массовой аудитории авторов. Не мне лично, но массовой аудитории, я понимаю, что они могут быть интересны. Ну и то, что мне лично больше всего симпатизирует, это все-таки Дзен. Эта платформа развивается не на государственные деньги. И поэтому я уверен, как раз-таки она самая эффективная и успешная, потому что деньги здесь, они не отмываются и не пускаются на покупки чего-либо. Но если только заработанные честным способом. А это реальный коммерческий проект, который направлен на то, чтобы пользователи получали релевантный опыт, а платформа зарабатывала на этом деньги. Но у нее есть один существенный недостаток. Ну, на самом деле два. Один несущественный, то, что видео заливаются исключительно, ну или правильно сказать, показываются вам в максимальном разрешении Full HD. А этот даже ролик вы видите в разрешении 4К. Это Ultra HD. То есть в четыре раза больше разрешения картинки. Но это ладно, это бог с ним. Ютуб именно на такой скорости уже работает очень плохо у большинства людей. Проблема в изобилии рекламы, которую никак не может контролировать автор видео. Пример. Например, когда я заливаю свои видео на Ютуб, я ставлю показ рекламы только в начале и в конце ролика. И то в России рекламы вообще нет, насколько вы знаете сейчас. Но если бы она присутствовала, то вы бы видели рекламные заставки только в начале и в конце. И я это делаю даже не потому, что я хочу заработать денег, либо еще что-то. Цель моего канала, она в другом совсем. Я это делаю лишь с одной целью, чтобы Ютуб рекомендовал мои видео. Хоть как-то их продвигал. Потому что если ты не включаешь монетизацию, твои видео, они никак не будут нигде рекомендоваться. И твои просмотры, они будут постепенно падать-падать, и твой канал будет никому не интересен. Все очень просто. Но я считаю крайне неудобно, мне самому это не нравится, смотреть посередине видео какие-то рекламные интеграции, либо вообще хоть какую-то рекламу. В начале и в конце, пожалуйста, ради бога, показывайте, но не в середине. А вот с Дзеном это невозможно контролировать. Там рекламные вставки могут каждые 3 минуты происходить. И это очень сильно бесит лично меня. Но с точки зрения дохода, там в десятки раз меньше показов. У меня есть канал на Дзене, но я получаю больше денег, чем с Ютуба, с этих показов. То есть вы понимаете, да? То есть жадность, наверное, в каком-то смысле. Но я понимаю, платформа коммерческая, нужно ее развивать. Окей, те, кто пользуются блокировщиками рекламы, может быть, этого не замечают. Ну и теперь все-таки о том, что же делать, когда Ютуб совсем неприемлемо будет работать, либо будет заблокирован. Ну, я всех призываю подписаться на те соцсети, которые удобны лично вам. Самое главное сделать это все-таки в телеграм-канале моем. Там не только вы будете видеть всегда актуальную информацию о том, где публикуются ролики, уведомления, видите, о том, когда они публиковались и о чем они. Но еще очень важно, что я рассказываю там много личных историй. То, что не попадает в поле Ютуба. В том числе по вопросам цензуры не все можно здесь публиковать. Я очень часто там делюсь своими мыслями в голосовушках с людьми. И многим это нравится. Поэтому, ну, наверное, это самый главный ресурс. Ну, на втором месте после Ютуба, естественно, да, это Дзен. И канал я веду там очень давно и параллельно с Ютубом. Поэтому, если вы пользуетесь этой платформой, пожалуйста. То же самое касается ВК. Если вы пользуетесь ВКонтакте, обязательно добавляйтесь в друзья. Если ваш профиль не исключительно какой-то рекламный, где только рекламы больше ничего нет, я всех таких людей добавляю к себе в друзья. Буду рад видеть именно тебя на своей странице в запросах. И я обязательно добавлю. Насчет каких-то других платформ, там, Рутуб, либо тем более вот этой новой платформы, я не знаю пока, что буду ли я там какой-то контент создавать или нет. Инстаграм, например, я активно не веду, потому что там совсем не моя аудитория. Но он есть. И, возможно, если его разблокируют на стране, то активность там снова появится. Ну и давайте подводить итоги. Все-таки блокировка YouTube в России, это, я считаю, антинародное решение. И делается оно исключительно из корыстных побуждений. Прежде всего, это пропаганда, то, ради чего все это было проломбировано и на что выделены деньги. Ну а вторая цель, кто, собственно, продвигает эти идеи, это, конечно, заработок денег за счет бюджета. Все. Других каких-то целей, которые бы помогали людям и как-то делали нашу жизнь лучше, их не существует. Помните просто об этом, когда вы идете на выборы. А туда нужно ходить, потому что каждый раз, когда вы пропускаете выборы и не голосуете, тем самым вы отдаете свои голоса правящей партии, по большому счету. Если вас все устраивает, окей, можете вообще никуда не уходить из дома, все будет так, как есть. Пожалуйста. Но если вы хотели бы что-то, чтобы менялось в нашей жизни, то приходить туда обязательно нужно. И те, кто как раз-таки не ходят на выборы, голоса тех как раз-таки могут его украть. Их называют в политике молчунами. То есть, если человек регулярно не посещает выборы, значит, его голоса можно украсть, никто даже этого не заметит. Не забывайте об этом. Хотя бы через раз ходите, выполняйте свой гражданский долг и делайте наше общество лучше. Ну, а с вами, со всеми, мы встретимся либо в ВК, либо лучше всего в Телеграм, в моем канале, ну и на других соцсетях. Все ссылочки я приведу в описании. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok